Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игрушку Мистер Выживальщик. Это у нас третья серия. Я между сериями побегал, пособирал ресурсы. Вот сейчас, как видите, занимаюсь переработкой древесины. И делов у нас на самом деле, как обычно, очень-очень много. Пойдемте проверим, что у нас там по печечке. Так, во-первых, давайте получим двадцатку той руды, которую мы до этого закладывали. Она, наконец-то, переплавилась. И заложим остатки одиннадцать руды. Так, заправить. Кстати, что-то там вроде бы выросло. Давай соберем растение. А также необходимо будет полить первую грядку, потому что там растение у нас еще не выросло. Нужна водичка. Очень-очень нужна водичка. А еще нужно что-нибудь пожрать. Давайте свекольный супчик сделаем. Это тот редкий случай, когда даже учитывая то, что я хочу есть, меня не вызывает вот эта хрень аппетита. Ненавижу свеклу в вареном виде. А также ненавижу борщ и щи. Да, я вот такой вот странный товарищ. Кстати, морковный суп я бы тоже есть, наверное, не стал. Вообще никакие овощи не люблю. Кроме как в сыром виде. Давайте лишнюю воду мы сложим сейчас сюда. И пойдем посмотрим, что у нас там, собственно, внизу творится. Поливаем грядочку с морковкой. И, не поняли, вроде бы я только что заправлял, и уже опять нихренашеньки не горит. О, еде. Я пока бегал за древесиной, я насобирал еще кучу черники. Так что мы вполне можем сделать себе кучу смузи. Ну, а если быть точным, то целых пять стаканчиков. А вот, кстати, от такой ням-нямки я бы точно не отказался. Смузи это прямо ням-ням. Так, ребят, я понял, заканчиваем съемки этого видоса. Отправляем персонажа спать, а я пошел жрягать. Дом, милый дом. Точнее, шахта, милая шахта. Значит, мы на минус первом уровне. Это какой у нас там зелененький получается. И у данной горнодобывающей машины приоритет камень. Поэтому руды мы собрали маловато. Пойдем посмотрим, что в добывашке на синем уровне. Вот, вот это вот уже намного интереснее. 20 руды, даже 26 руды. Блин, а я не могу это все забрать. Походу, дело придется в два захода идти. Тут и золотишко, тут и кристальчики есть. Короче, много чего можно будет продать. Но руду всю забрать точно не получится. Ну, хотя бы двадцаточку-то. Да, двадцаточку суммарно получилось забрать. Короче, отправляемся домой. До дома, до хаты. Закладываем очередную партию в печечку. Эй, мистер выживальщик, надеюсь, вы справитесь с отключением электричества. Всегда полезно иметь аварийный запас на такой случай. Так, что-то меня это как-то пугает уже. То есть мне хотят обрубить электричество, что ли? Не очень весело. Мне вот чисто интересно. А черный дым, который должен валить вот из этой вот печки, он агента Смита совсем не смущает? И второй момент, как я здесь, собственно, нахожусь без противогаза. Потому что никаких труб, которые отводят эти все газы отсюда, я здесь, честно говоря, не вижу. Ну, ладно, это все игровые условности, они не важны. Главное, ребят, если захотите строить бункер, не делать это так, как я делаю это здесь. Ну, а это, если все-таки будете копировать, то сразу же напишите на бумажке такими большими буквами, там, с паспортными данными, со всей фигней. Гринни ни в чем не виноват. Вот как-то так. Так, у меня, по-моему, было еще какое-то письмо от Минитмена, которое я не читал. Вот оно, по ходу дела. Просто краткое примечание. Мой источник в агентстве говорит, что во время инспекции начнут проверять потребление воды. Если тратить слишком много, то могут к этому придраться. Короче, все понятно. Нужно увеличивать количество ведер и добывать дождевую воду. Так, Серега, что ты мне будешь продавать? Давай посмотрим, что у тебя есть сегодня интересного. Ну, учитывая то, что бабок-то у нас практически нету, давай мы у тебя купим вот эти вот непонятные то ли бочечки, то ли круглые коробки. Ну, на самом деле, они действительно на бочки больше похожи. Также давайте сейчас заправим нашу печку, потому что она опять потухла, зараза такая. Ну и самое главное, что я хотел бы сделать, это откопать еще одно помещение. Здесь у нас будут с вами стоять аварийные генераторы. Парогенераторы, как они там называются. Ну, на самом деле, это, я не знаю, какие-то дровяные электрогенераторы или что-то типа того. Да, парогенераторы. Давайте пару штук сразу с вами сделаем. Один генератор мы поставим вот сюда, поближе к лесенке, чтобы удобнее было его обслуживать. Ну, это будет как бы основной работающий, да? И второй мы поставим вот в это вот помещение. Это будет резервный генератор. Если нам, мало ли, не будет хватать электричества вот первого, то будем включать уже тот. Так, Бобби, давай с тобой немножко поторгуем. Продадим тебе то, что мы нашли в горнодобывающей машине. Итого, это целых 30 долларов. Мы богаты. И надо посмотреть, что у нас Нэнси сегодня принимает. Это у нас вот эти вот шкафы и столы. То есть, понятно, что можно изготавливать и продавать сегодня. Ну, на самом деле, можно делать просто запасы всей этой мебели, потому что она день за днем то одно, то другое покупает. Лампочки я забрал, которые у меня тут лежали. Я хочу, коли у нас появился собственный электрогенератор, небольшую подсветочку здесь организовать, чтобы все было более-менее симпатично. Потому что в полной темноте даже с каской, ну, как-то неуютненько, ребят, неуютненько. Значит, запускаем этот генератор. И теперь мы можем повесить вот сюда, вот скажем, лампочку. Смотрите, ну, согласитесь, выглядит все намного клевее. Также лампочку можно повесить вот сюда, в наше технологическое помещение, где у нас будет стоять генератор. Надо будет потом, наверное, даже еще третий сделать. Так, металл мы забрали. Что дальше по плану? Да, уже традиционно. Изготавливать мебель, ребят. Изготавливать мебель и зарабатывать бабосики. Тридцаточка мне подъехала. И еще 24 бакса мы сейчас заработаем на этой тумбочке. Так, что мы можем здесь купить? Ну, потихонечку давайте покупать им эти банки. Нам нужен пластик. А еще нам нужно дерево. То есть можно его собирать время от времени в лесу. То есть оно там спаунится заново, как я понимаю, только не понял, через какое время. Но также можно покупать на разбор всякие ящики, палеты и прочее. Почему бы и нет? Блин. Что-то мистер выживальщик мне все больше напоминает симулятор плотника. Я все утро провел за производством мебели. И чувствую, весь остаток дня я проведу за тем же самым. Потому что мне нужно бабло. Я читаю ваши рекомендации. Вы мне там рекомендовали, по-моему, заниматься еще готовкой на продажу. То есть на мистера Гурмана, видимо, работать. Но пока мне открыта в первую очередь мебель. И я зарабатываю на ней. Потому что у меня для нее есть все ресурсы. Почему бы и нет? И да, кстати. Завтра, по-моему, должен прийти очередной проверяющий. Я, конечно, не помню точно. Но, по-моему, именно завтра. Так что главное не забыть. Очередная доставка бабла. Еще 66 монеток. И еще у нас есть много товаров на продажу. Блин. Так, стульчики 4 штуки. И столики 2 штуки. Еще 58 долларов, ребята. Мы просто-просто охренеть сказочно богаты. Так, что бы нам купить? Я думаю, что надо купить какую-нибудь книжечку. Как вы считаете? К примеру, быстрое мастерство. Вот я считаю, что стоит потратить 100 баксов именно на эту книжку. Главный вопрос, как это работает. Забираем бабки и забираем книжечку. Магия монтажа, ребята. Магия монтажа. Все для вас. А бабло для Сереги. Серега, что-то мне сейчас... Вот, палеты. Давай, забираем палеты. Так, ящичек забираем. И у меня такое смутное ощущение, что завтра я тоже весь день потрачу на производство мебели. Ну, за исключением того момента, когда к нам придет проверяющий агент Смит. И опять начнет заклеивать нам рот. Любит он мистера Андерсона. Ну, ничего, мы ему отомстим. Не волнуйтесь. Все же Матрицу смотрели, я думаю. Так, значит, читать. Опаньки. И у нас появился навык, ребят. У нас вот появился навык, но что с ним делать, я не знаю. Будем надеяться, что я не зря пролюбил эти 100 долларов. Ну, и можно потратить остаток времени, собственно, на переработку того, что мы купили, и на изготовление очередной партии мебели. Так, друзья мои, с добрым утром. Сегодня к нам приходит очередной агент Смит. Программа Ревизорра будет сниматься у нас сегодня в нашем доме, и поэтому надо убрать все палевные предметы. Но так как приходит он, в принципе, в середине дня, можно пока заняться какими-нибудь полезными делами. В частности, давайте заберем сейчас то, что нам тут прислали. Да, деревяшка всякая. Надо будет сейчас ее переработать и сделать мебель. По-моему, это самые популярные слова, за исключением «блин», «так» и «эээ». «Переработать, сделать мебель». Самые популярные слова на моем канале в этих видосах. Ну, потому что, по-моему, вся игра состоит именно из этого. Ну, и еще из покупки ящиков и палет у Сереги. Серега, мне кажется, уже озолотился на мне натуральным образом. Да и Нэнси, в принципе, Икея уже должна была открыть на моей мебелишке. Так, что мы еще-то можем? Вот эти бы картины купить, потому что каждая картина, как я понимаю, разбирается на ткань. И с этой ткани можно будет забабахать рюкзачок. Ладно, пойду переработаю еще одну палету. И с вами мы увидимся после инспекции агента Смита. Что у нас здесь? А здесь у нас опять 0%, ребята. И потребление воды, кстати, вот я, честно говоря, не понимаю, сколько норма, сколько будет подозрительным, сколько будет неподозрительным. Черт его знает. Короче, я по возможности практически не использую воду. Надеюсь, это будет не очень подозрительно, да? Так, давайте покупаем вот эти картины. Я хочу себе рюкзак, ребят. Сейчас просто художники вышли из чата. Ну и у Сереги давайте купим, как обычно, древесину. Купим еще вот эти вот баночки с пластиком. Пластик мне сейчас нужен на то, чтобы починить проход в следующую часть леса. Ладно, нам надо сейчас дождаться картин, переработать их, сделать себе рюкзак и после этого отправляться уже в шахту и в лес. Ну и давайте ведерки поставим опять здесь. Ну, точнее, ведерко. Оно у нас пока одно, но я обязательно сделаю еще штучки три. Вот так вот будет намного-намного эффективнее. Правда, я всрал опять пластик. Я не знаю, зачем пластик для изготовления железного ведра. Ну, видимо, на ручку. Но пластика там очень даже не душно ушло. Ладно, не стоит экономить на воде. Вдруг я захочу фермерством позаниматься. И у нас приехали картины. И, кстати, не только картины. Я еще лампочки там покупаю. Буду разбирать их на стекло. Потому что я так и не понял, где еще это стекло можно добывать. Да, гринни балбес. Видимо, можно на самом деле что-то разбирать, ну, чтобы получать стекло. Но я пока не нашел что. Ну, за исключением тарелок там, чашечек и прочего. Ну ок, давайте мы сейчас разберем картину и сделаем себе рюкзачелло. Вот он, мечта туриста. Так, и я теперь могу таскать 140 вместо 100, да? Да, 140 вместо 100. Мне интересно, вот там вот внизу еще есть ячейки рюкзаков. Можно ли туда еще что-то дополнительное поставить, чтобы еще больше увеличить вес переносимый. Но, как я понимаю, одновременно с этим рюкзаком... Ну, этот рюкзак, если есть слот наверху, туда поместить никак нельзя. Хотя слоты, в принципе, одинаковые. Потом проверим. Сделаю еще один рюкзак и проверю. Кстати, пришла пора сделать катки и выполнить задание нашей бабули. Вырастить гуарану. А то у нас бедные жители мучаются бессонницей, надо бы им энергетиков подкинуть. Ну, чтобы не мучились, а наслаждались. Да. Хе-хе-хе. Забираем отсюда старые грядки. Можно, в принципе, еще одно помещение сделать именно для кадок. Но я не знаю. Я пока не собираюсь ничего выращивать на этих грядках, поэтому зачем? Нафига козе-баян, как говорится? Вместо грядок мы поставим катки именно сюда. Я надеюсь, что они у нас все сюда влезут. И посадим 4 кустика гуараны. Правда, мне кажется, что этого не хватит для того, чтобы выполнить бабушкино задание. Не все так просто. Да и вообще у меня складывается впечатление, что проще было эту гуарану собрать. Я ее сожрал уже просто так, больше, чем бабки надо принести. Ну да ладно, пускай растет, родимая. Как обычно, торгуем с Нэнси. Это буквально у меня каждый день происходит. Блин, день без торговли с Нэнси и Серегой. Это просто день прожитый зря. Ну и кстати, пока тут таймер идет, пока торговец несет, пойдемте в шахту сбегаем. Я отсюда вынес еще не весь металл и предлагаю его отсюда сейчас добрать полностью. У меня сейчас есть лютейшие проблемы с топливом. То есть, как я понимаю, надо забуливаться еще глубже, а там много всяких неприятных неприятностей. А еще мне понадобится кирка, так что можно идти домой. Все время, блин, я ее забываю. Так, бабосы подъехали. Нужно ли мне что-то сейчас у торговцев, а черт его знает. Ну если только у Сереги что-нибудь полезное, можно прикупить. Вот, к примеру, деревяху, да? Для того, чтобы сделать еще побольше мебели для Нэнси. Блин, это уже игра не про выживание, это игра про какой-то малый бизнес, по ходу дела. Стартап в условиях подземного бункера. Ну что, зашибись. Забираем отсюда кирку. И что-то мне подсказывает, что поздновато уже сегодня ломиться в шахту. Пойдем туда, наверное, завтра. Но, по идее, мне надо пробираться на более нижние ярусы. Так что в любом случае делать нечего, придется лезть туда. Исследовать, доставать карточки, ну и всякие ящички лутать. Ммм, водичка! Смотрите, на самом деле с четырьмя ведрами-то нормально. Считайте, четыре ведра хватает на четыре грядки. И самое главное, что дожди тут по ходу дела практически каждый день, потому что, ну, каждый вечер у меня полные ведра. А иногда и даже два раза за день. То есть у меня вот здесь уже ящик практически полностью, как видите, забит водичкой. Ладно, пойдем на боковую. Black, мать его, out. Не было печали, купила бабка порося. Или чубайса. Не знаю, кого-то из них двоих. Короче, электричество у нас отрубили. И генераторы мои не справляются. Точнее, по крайней мере, вот этот вот генератор не справляется. И надо запускать второй. Давай, заправляем, запускаем. И ничего не поменялось. Здесь что-то мне подсказывает, что и двух генераторов не хватает. Потому что у нас там наверху холодильник работает. И много всяких других ништяков. Кстати, вот такой вопрос. А если, допустим, будет у нас отключено электричество, холодильник будет молотить за счет генераторов, которые у меня работают в бункере. И в этот день будет проверка, придет агент Смит. Он возбудится на то, что у нас в доме есть электричество, когда во всем городе его нету. Ну, чисто так. Сделайте маленький-маленький спойлер. Я просто не хочу, честно говоря, проверять. Опасно. Давайте сделаем еще один генератор. Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. Теперь нам хватает электричества. Надо будет включить обратно вот эти лампочки. Хотя, пойдемте сначала польем грядки. А то гуарана, кстати, очень долго растет. Что-то, может быть, надо больше вот этих вот ламп. Но тогда сколько же нам надо будет генераторов? Кавают-то они, как я понимаю, немало. Ну и коли, в принципе, мы практически половину дня уже провели на базе, я предлагаю оставшуюся половину тоже провести здесь же за производством мебели и заработком бабосов. Кстати, честно говоря, не заметила особой разницы с книжкой или без книжки. Вот. Однофиксенно долго производится вся эта мебелишка. Так, тетя какая-то постоянно там... Кто за солью приходит, кто за какой-то ересью непонятной. Иди лесом, я ничего никому не подаю. Извини. И обратите внимание, у нас середина дня и уже наполнены полностью наши ведра. Единственное, что как-то нечестно. В раквине, получается, помещается пять ведер, что ли? Фигня, ересь какая-то. Не может там столько воды стоять. Так, давайте мы приготовим себе супец морковный. Из последней морковочки, которая у нас есть. Слушайте, с едой какая-то бодяга на самом деле творится. Прям вот серьезная. Мне скоро придется конкретно за едой охотиться. Кстати, можно будет реально поохотиться. Можно будет поставить ловушки. Забавно. Я каждый день прохожу мимо собачьего парка, но уже давно не видел там ни одной собаки. К чему бы это? Закупаемся необходимыми ресурсами. И слушайте, тут какие-то новые бочки появились. Это именно бочки, похоже. А также вот такая штука появилась из пластика. Надо будет запомнить, возможно пригодится. Меня больше волнует, где мне брать стекло. Пойдем в лес прогуляемся. Мне нужно починить на третьем уровне вот эту вот вышку. Но есть одна беда. У меня нету рычага. То есть все остальное-то у меня есть, но у меня нету рычага. Это значит, что надо весь третий уровень зачистить, дойти до самого конца. И там найти рычажок. Это то, чего нам не хватает. Ну ладно, давайте пробежимся. Заодно пособираем гуарану и, возможно, дерево. Гуараны с деревом я, конечно, пособирал. Блин, волчар, вот ты не в тему совершенно. Но до конца я не дошел, потому что моя бейсбольная бита скоро пойдет по звезде. Я решил вернуться на базу, сделать новую бейсбольную биту. И уже завтра вернуться сюда, закончить мероприятие по починке этой башни. Ну и по поиску этого рычага. Точнее, наоборот, по поиску рычага, а потом по починке этой башни. Ну и тем временем, так, у нас тут палеты приехали. Палеты палетами. Я там бревен нашел немерено. И еще волков поубивал. Мне тут выпала шкурка. Давайте мы ее тоже продадим. У кого чего еще купить можно или продать? Вот, Джене можно продать гуарану. Целых 10 единиц. Ну, я задание буду выполнять все-таки с того, что мы вырастим. Я никуда не тороплюсь. Я пока нарабатываю, так сказать, базу. Денежки добываю. Ну и бизнес свой развиваю, да, мебельный. Куда ж без этого-то? Я вас точно задолбаю с этой мебелью, поверьте мне. Лес уровень 3.6. Что-то мне подсказывает, что мы здесь найдем рычаг, а еще, скорее всего, найдем здесь неприятности. Обратили внимание, как здесь стало темно? Ага, а вот и друзья. Вот и друзья, волчары. Ну, один волк это не проблема, хотя я замечаю, что с каждым уровнем волки становятся все сильнее и сильнее. Но я тут нашел некоторую тактику для себя, так сказать. То есть надо не просто в тупую махать, надо смотреть, кто вырывается вперед, то есть бить его. Переключаться между волками, и тогда они не будут вас атаковать. Основная проблема, это когда вы одного волка отталкиваете слишком далеко назад. Так, здрасте, и сколько вас придет? И вперед вырывается другой, а вы продолжаете атаковать первого. И тогда вас начинают кусать. А здесь, как видите, ни разу пока меня не удалось укусить, потому что я переключаюсь на других волков, которые подходят ближе. Так, а мяско-то мне дадут, нет? Обломайся, грини, мы на корабле. Зато я нашел рычаг очередной, и это значит, что мы сможем с вами сейчас починить эту вышку и, соответственно, пройти еще дальше в лес. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот здесь вот, кстати, намного светлее и приятнее. Блин, но ресурсов, конечно, на эти вышки. Мне что, больше делать нечего, что ли? Я самый главный альтруист в этом городе. Чинить за свой счет канатную дорогу. Ну, походу, так и есть. Ладно, давайте заглянем на четвертый уровень. Хотя, честно говоря, здесь я себя уже чувствую не очень комфортно. Что там нужно будет для следующего ремонта? Давайте посмотрим. 20 пластика и 10 электроники. Охренеть не встать, блин. Где я это все вам буду искать? И самое главное, нам надо будет опять найти, видимо, до самого конца, чтобы найти этот сраный рычаг. Так, это у нас выход. Никаких полезных ресурсов у нас здесь нет. И вот у нас путь в зону 4.2. Ну, пойдем гля... О, паньки, здрасте, приехали. Ну, нифига себе сразу встречающие. И обратите внимание, у него хп уже существенно больше. Либо у нас бейсбольная бита стала говно. Либо я обессилел от недостатка еды. Такое тоже может быть. И ресурсов нет вообще. Есть волки, а ресурсов нету. Нет, ребят, что-то меня это вообще не устраивает. Блин, ну это, леший. Подкинь хотя бы деревяшки, что ли. А то Нэнси же обидится. Мебели уже второй день нету. Контракты горят, блин. Так, ну да. Бейсбольный битый скоро пипец. Ага, это что у нас тут такое? Тут мне понадобится топор. Ну, здрасте, приехали. То есть, нужна будет кирка. Ну, кирка-то у меня есть, ладно. Теперь топор надо еще найти будет. Зашибись вообще. И здесь такой же завал. Отстой. Ну и фиг с вами, золотые рыбки. Я тогда пойду зачищать подземелья от вот этих вот летающих тварей. Подхватывать себе коронавирус. И лутать карточки для прохода еще ниже. Так, перепончатокрылые. Я вакцинированный, мне пофигу. Можете, конечно, пытаться меня покусать. Но мне по барабану. Кирка у меня имеется. И это значит, что вот эти завалы для нас теперь не проблема. Дорога к желтой карточке свободна. Ну, или почти свободна. Опять крысиные короли выползают. Ну, хотя бы немножечко вкусного диетического мяса. Я, в принципе, не против. Только давайте без каких-то супер крысиных королей. Там каких-нибудь прямо вот, блин, с кошку размером. Хотя эти уже с кошку размером. Главное, чтобы хватило ресурса бейсбольной биты. Потому что она уже, честно говоря, красного цвета, блин. Вот прорвалась. Видите, за спину прорвалась одна крыса. И тут же меня атаковала. Так, давайте мы... Да что ж такое-то. Вот, забираем желтую карточку. И теперь я могу прогуляться еще ниже на один ярус. И посмотреть, что же там есть интересного. Но сначала так. Вот, смотрите. Тут у нас какой-то лежит самородочек золотой. Его мы тоже забираем. Денежки-то не лишние. И надо посмотреть, если тут может быть еще какие-то ящики. Судя по тому, что вниз движение... Да, смотрите. Вот ящичек, к примеру. Отлично. Я надеюсь, есть топливо. Да, топливо есть. Это значит, что мы с вами сейчас заправим добывалки. И еще немножечко руды поднимем с вами. Начнем, конечно же, с синий. Потому что она добывает наибольшее количество металла. И, наверное, стоит прокатиться в желтую зону. И посмотреть, что же там за добывалка. И что добывает она. Я надеюсь, меня тут не сожрут к фигням собачьим. Соль. Салт написано. Это значит, что, походу, эта добывалка добывает больше всего именно соли. Но давайте заправим. Потому что соль там не нужна много на что. На различные консервы, как я понимаю. И сама по себе продается она тоже неплохо. К тому же мистеру Гурману. Ну, на этом ярусе, походу, дела больше ничего нет. За следующей карточкой я сейчас не пойду. Так что мы отправляемся до дома, до хаты. Уже вечереет. Мягко говоря, 21 час 20 минут. Блин. Темно и мокро. Мокро и темно. Давайте перед сном мы таки заглянем. Пробежимся по магазинам. Вот тут шкурки, кстати. 4 штуки целых. Нормально торганули. Так, тут мы ничего не можем ни купить, ни продать. Здесь мы золотишко давай отдадим. Заработаем немножечко денег. Они нам крайне сильно пригодятся. Так, Серега. У меня всего 20 баксов. Поэтому, что бы у тебя можно было бы купить? Ну, давай металлопластиковых коробочек штучку и палеты 2 штуки. На мебель. Естественно, на мебель. На что же еще? Что-то эта гуарана мне не очень нравится. Очень долго она растет. Обратите внимание. То есть, мы уже который третий раз поливаем. То есть, она уже 3 дня где-то растет примерно. Меня уже подзадолбало. Я скоро просто пойду в лес и буду собирать эту гуарану, чтобы отдать ее бабке. Потому что, ну, надоело реально. Я же не в мистера фермера пришел играть. Хотя, с другой стороны, уже тут скорее в мистера мебельщика, мистера барыгу. Кого угодно, кроме выживальщика. На самом деле, вот сейчас я уже замечаю, что игра очень сильно отличается от Шелтрет. И, ну, от Фоллаут Шелтрет не сильно, на мой взгляд. Хотя мне там писали, что, да как ты можешь сравнивать эти игры? Могу, ребят. Играл и в то, и в другое, и в третье. Вот, меньше всего из этой троицы, ну, как, точнее, наоборот, больше всего из этой троицы выделяется Шелтрет. То есть, она больше всего про выживание. Фоллаут Шелтрет больше про, как сказать, про распределение ресурсов. А эта игра, я вообще хрен знает про что. Ну, мне пока она нравится, на самом деле. Здесь есть какие-то интересные сюжетные моменты, которые держат тебя не то, что в напряжении, а интересно узнать, что же дальше. Кто тот же самый Минитмен? Ну, короче, вопросов много, ребят. Газетка, кстати, ребят, газетка приехала. Ну, давайте заберем сначала наши бабосики. Продадим мебелишку Нэнси. Тут тебе старые газеты и парочка столов. 36 долларов. Ну, и теперь время газетки. Синоптики сообщают, что следующая неделя будет богата опасными природными явлениями, в том числе грозами. Возможно, перебой в подаче электричества. Граждане, будьте наготове. Если замечаете в небе характерные признаки приближающейся грозы, яркие вспышки, дождь, град, оставайтесь дома. Если вы находитесь в этот момент на улице, ищите укрытия в ближайших зданиях. Короче, ничего такого особо интересного. Так, давайте сейчас разберемся с тем, что я с собой таскаю. Ну, во-первых, я сделал пару шкафчиков, которые Нэнси почему-то сейчас не покупает. Видимо, я там что-то лоханулся. Вот. Поэтому они сейчас у нас полежат здесь. Ну, а мы отправляемся заниматься ремеслом. Теперь у нас есть то, что Нэнси нужно. Стульчики. Ну, и давайте у Сереги купим вот этот контейнер пластиковый. Потому что пластик, я чувствую, нам понадобится. А здесь в контейнере его реально много. Так, Нэнси, что тебе еще можно продать? Да хрен тебя знает, что тебе можно продать. А, столы и полки. Окей. Ну, просто уже отправляться куда-то поздновато. Поэтому я решил немножечко подзаработать, сидя дома. А выспаться и уже с утречка отправляться на приключения. Да блин, Гуарана, ну когда ты уже поспеешь? Ну, честное слово, задолбало. Еще чуть-чуть плюну и иду в картель кокс выращивать. А еще у меня лютейшие проблемы с едой. Вот два кусочка мяса я вчера надыбал. И все, больше еды-то у меня нету. Так что исследование шахты, это, конечно, замечательно. Но, судя по всему, придется нам исследовать лес на предмет чернички. На предмет, ну там же дерево можно тоже пособирать. Потому что первые зоны уже наверняка отресались. Так, нету здесь. Нету. Ребята, надо еще поливать. Как я понимаю, к вечеру, либо завтра будет готова Гуарана. Ну, очень долго она растет. Просто очень долго. Надо больше ламп ставить, судя по всему. Тогда в два раза быстрее все будет происходить. Хм, еда и детская. Я там поскреб по сусекам и нашел пять приманок для ловушек. Поэтому давайте мы сейчас сделаем эти пять ловушек. Пойдем в лес, поставим их и посмотрим, что туда попадется. Ну, еще я немножко поторговал. Продал, соответственно, Нэнсе два шкафа, которые она вчера не хотела покупать. Купил всякие ништяки у Сереги. Короче, все как обычно. Сейчас выспимся и пойдем по лесам ползать, устанавливать ловушки. Нехило я по лесам пробежался. Ловушки я пока не поставил. Потому что все бревнами завалил у себя весь инвентарь. Но, как видите, пособирал приличное количество и бревен, и чере... Тьфу, черешни. Черники. Короче, сейчас второй раз пойду опять в лес. Уже конкретно ставить ловушки. Так, водичка тоже собрана. Ну, на самом деле, уже от голода не помрем. Потому что на несколько смузи, на три смузи, по-моему, я уже нашел ресурсы. Только я, честно говоря, так и не понял, где ставить-то. А, подожди. Трэпс Ария. Вот она. Господи, что-то я туплю вообще по полной программе. Здесь же ставить. Да, смотрите, здесь олени и птицы, что ли. Индюки или что-то типа того. Давайте прямо здесь тогда поставим эти все пять ловушек. Посмотрим, что в них попадется и через сколько, самое главное. Так, сразу же давайте быстро установить. Это значит, что туда кладется у нас приманка. Ну, приманки, как я понимаю, можно будет покупать в магазине охотников. Вот. И надо будет, наверное, все-таки покупать самые лучшие. Потому что это самые простейшие приманочки. Ну что, все пять штук ставим. И потом будем проверять уже, что туда попадется. Завтра, наверное. А сегодня будем питаться смузи. Тридцать три. Череш... Тьфу, почему черешни-то? Черники. Тридцать три штуки. Это значит, что как минимум пять, да. Пять смузи у нас получится. И еще несколько ягодок останется, которые можно будет, я не знаю, в кашу бросить там. Или с мороженкой скушать. Блин, что-то мне мороженку захотелось. Вот. Два смузи у нас ушло. Еще несколько осталось. И надо нам заняться переработкой того, что я набрал за день. Как видите, бревен тут до дури. А еще палеты и лампочки. Короче, перерабатывать, не перерабатывать. Дофигища работы. Вам-то везет. Вам-то не надо на это все дело смотреть. А вот мне приходится. Добыть, блин, не может, ребята. Гуарана у нас наконец-то поспела. Двадцать штук нам надо, чтобы бабушку нашу удовлетворить. Вот. Вопрос в том... Ага, собрали мы значительно меньше. Собрали мы с этих четырех кадок шестнадцать единиц. Но я думаю, что я в лесу завтра доберу недостающие. И мы таки закроем этот квест у бабули. Так, я бы не отказался поспать. Я бы тоже. Честно говоря, братишка, я бы тоже. И, кстати, самый интересный момент. Обратите внимание. Деревья-то так и остались. То есть, по ходу дела, растут они один раз. Долго. А потом они уже начинают просто плодоносить. Раз за разом. И вот это уже здорово. То есть, на самом деле, гуарана, получается, будет расти не так долго, как я думал. А что у нас здесь по ловушечкам? Ага, в три ловушечки попался кто-то. Так, какие-то две ляжки. Добавили еще одну. Здесь у нас что? Здесь у нас перышки. И еще три ловушки. Точнее, две ловушки у нас не готовы. Туда еще никто не попался. Так, нет у меня что заряжать. О, кстати, прямо на глазах еще одна ловушка. Еще перья. Да, еды не особо густо. Ну что, ребят. Наверное, тогда сюда мы заглянем чуть попозже. Надо будет купить еще наживки. А сейчас нам надо вроде бы на третий уровень. Там у нас растет гуарана. Нам надо собрать еще несколько ягодок. И отправляться к бабусе, закрывать ее задание. Так, гуарана. Да, гуарана у нас здесь поспела. Так что я думаю, что это будет не проблема. Единственное, что в основном с каждого дерева падает всего одна единичка. Но, с другой стороны, здесь еще и сами деревья нам могут попадаться. Так что, может быть, я еще и бревен дополнительно соберу. Бабусечка, здравствуй. Эй, милок, ты принес то, что мне нужно? Хм, что-то, по-моему, поменялось. Или мне кажется. Большое спасибо за фрукты. Кстати, ты просто цветешь и пахнешь. Больше пахну, да, чем цвету. Серьезно? Ну, по крайней мере, если сравнивать со стальными горожанами. У тебя нет такого чувства, словно они как-то паникли. Хм, я не особо разбираюсь в людях, но да. Выглядят они весьма уныло. Не то, что вы с Бобом. Кстати, вы знали, что парня, который занимается шахтой, зовут тоже Боб? Да? А почему тебя это веселит? Ммм, не важно. Хотела попросить тебя еще об одной услуге, на этот раз не связанной с растениями. Я поражен. Ты слышал об авиакатастрофе, которая произошла в лесу пару месяцев назад? Нет, видимо, я отсутствовал. Ты не разбираешься, чем живет город, да? В общем, однажды с неба упал самолет. Было много шума и дыма, но в местных газетах не написали ни слова. Все случилось глубоко, глубоко в лесу. Дорога туда перекрыта оврагами и стволами упавших деревьев. Мне бы хотелось, чтобы ты туда наведался. Я думаю, что знакома с пилотом, но хотела бы убедиться. Может, поищешь способ добраться до места катастрофы? Уверена, ты найдешь там какие-нибудь полезные вещицы и материалы. Звучит любопытно. Я попробую. А топора у вас нету, случайно, бабулечка? Да, мне определенно нужен топор, ребята. Давайте разберемся с охотничьими трофеями. На 17 долларов, да я просто богат, блин. И купим немножко наживки. Ну, тут я смотрю... Так, алло, ты будешь покупаться? Да ешкин ты матрешкин-то, а? А вот кнопочки здесь работают как-то очень туго. Три штуки всего. Три всего наживки, к сожалению. Так, давай продадим все, что можем. Нам надо зарабатывать репутацию среди торговцев. И у Сереги надо будет что-нибудь прикупить. Вот лампочки давай на стекло. Блин, кажется мне, что я лошара, и стекло можно добыть как-то значительно проще. Но я пока не знаю как. А я хочу апнуть верстак до третьего уровня. Там 20 стекла нужно. Или 30 даже. 30, по-моему. Что у нас с едой, ребят? Еды у нас... Ну, вот есть три ножки вот эти вот, да? И две гуараны. Гуараны сюда. Давай посмотрим, можно ли приготовить что-нибудь из этих ножек. Что-то как-то... Подождите, я ничего здесь не вижу. А, вот оно, да? Четыре штуки мне надо. А у меня только три этих ножки. Ни то, ни сё, ни сбоку бантик. Мне так нравится вот этот момент в играх. У тебя есть, допустим, три ингредиента еды, и ты помираешь с голода, потому что, ну, как бы, надо четыре. То есть, у тебя есть еда в руках, но ты не можешь её съесть. Гениально. Ладненько, пойдём хоть шахту проверим. Синенькую нашу, да? Она была полностью заправлена. 20 единиц... 27 единиц металла и три золота ещё. Кстати, всё поместилось, слава, яйкам, да? Можно будет возвращаться домой сейчас и всё это дело оставить в переплавку. Но сначала давайте на жёлтый уровень тоже заберёмся. Я хочу посмотреть, что там будет. Мне прям очень интересно, сколько там и чего добудется. Ну, тут, как я понимаю, будет в основном соль. Так, давайте открываем, смотрим. Да, 13 единиц соли. И самое главное, на продажу. Смотрите, золото и кристаллы у нас есть. Но золото я сейчас забрать не могу. Грёбаный лёд. Так, подожди, а куда всё это девать-то? Не помещается, ребят. Надо сначала плотно разгрузиться, я бы сказал, да? Да, давайте мы сейчас покидаем сюда. Блин, а я особо-то... Ну, ладно, давай всё сюда покидаем. Просто по-любому мне надо сначала освободить вот этот почтовый ящик. Только потом я смогу опять-таки заглянуть сюда же и продать какие-то товары, да? Так, Бобби. Бобби, давай мы тебе продадим золото. Правда, блин, не всё золото. Не всё то золото, что блестит. Короче, не всё золото у меня в карманах. Ещё что-то на продажу, по-моему, в ящиках и осталось. Ну и пойдём коптить наш бункер дальше. Двадцаточка металла у нас здесь. Нормально, в принципе, наведались, собственно, в шахту. Неплохо было бы где-то найти топляк. Есть мнение, что ниже этажами есть или нефть, или что-то типа того, из чего можно делать топливо. Но в любом случае, мне кажется, для начала мне придётся каким-то образом прокачать ещё свой верстак, потому что я не вижу никаких перегонных аппаратов на том верстаке, который у меня сейчас есть. Это значит, что даже если я найду из чего делается топливо, я не смогу его сделать, пока не апну верстак. А вот и тот самый день. Опять блэкаут, опять отключилось электричество. И именно сегодня к нам сейчас придёт агент Смит. Ну, точнее, не сейчас, а придёт он опять в час дня, по-моему. Давай посмотрим, во сколько. Всё время забываем. В час 33 он придёт. И к тому моменту, мне кажется, нам надо, чтобы у нас электричества-то в доме не было. Не хочу я рисковать. Давайте уберём все подозрительные предметы из себя в карманы. Блин, а когда ж он научится проверять? Он же наверняка научится проверять ящики тоже. Бабло забираем. Надеюсь, что никого не смущает, что я тут буквально магнат мебельный стал. Так, значит, нам надо будет сделать сейчас полк и сделать стулья. Это как раз то, чем можно заняться, пока мы ждём агента Смита. А ещё вот, к примеру, можно лампочки переработать. Ну, вроде как дядька остался всем доволен. Да, опять у нас 0%. Воды чуть-чуть больше, чем в прошлый раз. Ну, буквально чуть-чуть. И 30-го числа у нас придёт он в следующий раз. Да? Давай мы, кстати, сразу же соберём отсюда водичку. А ещё нам надо будет сразу сейчас расставить по местам, собственно, все наши вёдра. Все четыре штуки, которые я тоже на всякий случай ныкаю. Ну, вообще, в чём подозрительность-то? Они сами сказали, что надо экономить воду. Так почему бы нет? Ну, чё пропадать зря-то? Это же... Причём тут вообще бунтарская деятельность? Это всего лишь экономия воды. Использование, так сказать, природных ресурсов. Хм. Короче, мутные типы какие-то. Ещё партия бабла. Да, я там ещё книжечку купил, кстати. Ещё я купил книжечку с новыми рецептами еды. Да-да-да. Вау, слушай, сколько здесь всего. Консервированный борщ, солёные яйца. О-о-о, ребята, сколько здесь всего. Придётся оранжерею делать, я так чувствую. Не знаю, будем мы делать оранжерею или не будем тратить на это время. Чёрт его знает. Как я понимаю, в любом случае здесь не случится никакого ядерного удара. У меня такое смутное ощущение, потому что... Ну... Блин, нету ощущения, вот знаете, такое, что надо торопиться, надо торопиться, иначе мы не успеем, иначе мы погибнем. Вот нету в этой игре этого ощущения, это грустненько на самом деле. Пойдём в лес. Нужно проверить последнюю ловушку и заправить остальные. Да, здесь у нас что-то явно появилось. Только, пожалуйста, только не перья, а перья. Да еды твою налево, я хочу жрать. Я хочу жрать, дайте мне еды. Ещё три давай заправляем. И ловушки надо будет поставить выше уровня, там уже другая живность попадается. Может быть там что-то попадётся более дельное. Ну и коли мы в лесу, давайте пособираем разные ресурсы, ту же самую чернику на смузи. Почему бы и нет, пригодится. А ещё предлагаю одеть на себя все подозрительные вещи. И отправиться домой. Хочу ещё немножко поторговать. Так, давай-ка к охотнице заглянем. Пёрышко продаём, и предлагаю купить ещё немножко наживки. Так, блин, 50 секунд надо ждать, прежде чем эта наживка до нас доедет. Давай мы сейчас открываем. Ой, я не туда залез. Я смотрю, что-то не то. Надо было снять, а не открыть. Надо убить минуту реального времени. К примеру, давайте займёмся здесь делами. Заправим наши электрогенераторы. Так. Тебя вообще надо включить для начала. У нас же нет электричества. Бедные растения сейчас вообще передохнут, наверное. Вот, замечательно. Короче говоря, время убили. Но можно ещё что-нибудь убить. Кого-нибудь. К примеру, сделать пару стульев на продажу. Пару, тройку, четвёрку. Стульев для Нэнти. Чё-то я увлёкся. Погода хлам просто. Просто хлам. Но, тем не менее, мы можем заработать какое-то количество баблянского. Ну что, ребят, наверное, на этом можно будет заканчивать. Я сейчас отправлюсь ещё в лес. Мне надо будет зарядить те ловушки. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Не забывайте прожимать колокольчики. Также заходите ко мне в группу ВКонтакте. На стримы. Везде буду рад вас видеть. С вами был Грини. Всего доброго. Всем пока. И отличного настроения. Пока-пока, ребята. А я пошёл ловушки заряжать. Продолжение следует...